Шанти-шанти-реф, тандем комфорт, спальник пуховый на двоих. Вот это заявлено температуру минус 10, прямофрос на минус 15. Я бы сказал, что больше на самом деле. Он так заметно менее пушистый. Вот, что здесь по ногам? Текс, анатомическая. Ну да, ступни увеличены норму набива. Вроде бы они действительно чуть поплотнее. Есть кольца для просушки. Такая же история с молниями. Есть фиксаторы липучки. Вот это отпороть надо. Раньше у сплава были такие смешные стрелки. Отпороть и в сторону лица. Здесь их нет. Но на самом деле такая деталька его сохранить. Лучше отдельно по поводу стирки и все. Молнии на концах разъемные, чтобы можно было спать. И этом, естественно, он уже ни с кем никуда не состегивается. Также есть два капюшона. То есть можно себя почувствовать огром из маркафта, особенно с учетом вот этого цвета. Утягивающий шнур идет через подушку, поэтому на лицо давит не сильно. Перемычка средняя, рабочая. Неплохо вполне разделяет. Единственное, чего не хватает у этих моделей, это какого-нибудь шнура или стропы по середине, чтобы его стягивать. То есть устранили, видимо, для простоты, но остается некий небольшой объем, когда ты в него влазишь. По размеру, если позволите, смотрите, прямой вопрос. Ну, в общем, понятно, да, что мне по длине его хватает с головой. Когда я нахожусь внутри, вот максимум я вот так его занимаю. И, в принципе, изделие такой теплоты и размеров, что можно его даже в неоткрытом виде использовать. А что я вам сейчас покажу, чтобы не занимать ценное экранное время, это если никто ничего не потерял, то... Вот, тут есть компрессионный мешок. Напоминаю, спальник на двоих, на минус 10. Но, как бы, даже если очень сильно уставшие девочки, без ничего, холодные, маленькие, голодные, все равно это на ноль минимум, по моим ощущениям. Летом спать только расстегнутыми, потеть, материться и думать, почему нельзя ли второй какой-нибудь дабл лайт 60-граммовый, просто дабл 60-граммовый, который по размеру вообще примерно никакой. В принципе, двойные спальные мешки выигрывают у одиночных по объему раз так в полтора. Если еще переходим на пух, то, наверное, раза в два. То есть два синтетических мешка аналогичной теплоты будут примерно в два раза больше, чем один двойной пуховый. И это уже начинает обычно играть дело. Иметь дело играть ажицу. Застегиваем, упихиваем его случайным образом. Есть иногда резонт пожамкать вот так вот спальные изделия, чтобы распределить давление равномернее перед утягиванием. После чего перекидываем клапан. Клапаны здесь не разъемные, в принципе, это не особо-то и надо. Стропы жесткие, сухонькие, очень хорошо держат. Была проблема с Cloud что-то там, это аналог вейл пуховый одеяло. Там стропы были не особо, честно говоря. По-хорошему нельзя вот так тянуть, давая нагрузку на стропу. Мы должны стропу уменьшить, а потом это положение уже зафиксируешь. Что обычно делается наступанием коленом или присаживанием задницы на спальнях. Но если очень лениво, то можно вот так вот аккуратненько, без резких движений. А вот смотрите, что-то тут они тоже расползаются. У меня такое ощущение, что может быть в фурнитуре дело. Смотрите, тут оно ползет. А вот тут оно не ползло. А фурнитура, на первый взгляд, та же самая. И стропы те же самые. Не знаю, как это объяснить. Ждем комментариев, может быть, производителя. А может, оползти вот так спальник не должен. Он никакой там не засаленный, не зажиренный. Уровень компрессии не чрезмерный. Поэтому вопрос с сжатием остается открытый. Как, наверное, быстрое и простое решение, чтобы я сделал просто наждаком, прошелся бы по стропам. Ну, будут они такие чуть-чуть, да. В принципе, должны держаться после этого. Может быть, это какая-то фурнитура не особо удачная попалась в этих двух экземпляров. Вот. То, что надо интересоваться, выглядит она, на первый взгляд, точно так же, как и обычно. Чем объясняется ее вот такое, смотрите. А, вот, видите? Вот так она едет, а вот так она уже не едет. Но вот этот угол будет обеспечен только при очень сильной утяжке. А когда мешок становится более округлый, да, вот мы получаем следующий эффект, она отъезжает. То есть фурнитура как бы говно, если честно. В общем, будем держать в курсе, спрашивайте, расскажем, поменялся он или нет. Продолжение следует...